Последние моменты подготовки. Организаторы немного волнуются. Журналисты в предвкушении. Главная футбольная награда возвращается в Россию из Японии и впервые прибывает во Владивосток. И вот воздушное судно, которое оформлено в тематике Мундиаля 2018 года, приземлилось в Приморской столице. В международном аэропорту Владивосток гостей встретил Андрей Тарасенко. Девушки в русских народных костюмах предложили гостям традиционные хлеб-соль. После показали и сам кубок. Кубок чемпионата мира по футболу FIFA весит более 6 килограммов. Примечательно, что к трофею могут прикасаться только главы государств и победители чемпионатов мира. Именно поэтому в аэропорту Владивосток его демонстрировал чемпион мира по футболу Жилберту Сильва. Кроме него вместе с организаторами тура кубок сопровождали генеральный директор Кока-Кола в России Стефано Свафиидис, посол тура кубка FIFA Виктория Лопырева и основатель фонда помощи детям Обнаженные сердца Наталья Водянова. Когда кубок приезжает в город, который даже не участвует в чемпионате мира, не принимает игру чемпионата мира, это безусловно оживляет интерес к мероприятию. Поскольку это глобальное мероприятие, самое популярное среди спортивных мероприятий в мире, которое собирает самое большое количество зрителей, даже больше, чем Олимпийские игры, и подогревает интерес, это очень важно. Я уверен, что Россия обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения грядущего чемпионата мира. Я уверен, что всем, кто собирается приехать в Россию, все понравится. Им будет оказан теплый прием от всех. Я чувствую это на себе во время своих поездок в Россию. После торжественной встречи в аэропорту трофей перевезли на центральную площадь Владивостока, где состоялась церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу. Сразу после начался Unified Match, в котором сыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, чемпион мира Бразильц Джилберт Усильва и супермодель Наталья Водянова. 1 и 2 мая Кубок был выставлен на площади борцам за власть советов. Увидеть его смог каждый желающий. 3 мая его перевезли на остров Русский, затем самолет с трофеем покинет Владивосток. Кроме Приморской столицы, Кубок посетит еще 8 городов. Он будет находиться в России до начала, а также на протяжении всего чемпионата мира по футболу, который стартует сразу в 11 городах в середине июня. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.